Прибыли в автобусные карусы. Студенты. Вот они подготовлены, но нет у них оружия. Ехать из Баку в район боевых действий без оружия, якобы подготовленными своими этими студентами. Ну пусть у русских купят на что-нибудь. Ну вооружите. Эльман ночью привез для них автоматы в масле. Купили они в гюздесском танковом полку. Гюздесского танкового полка, когда он, все-таки авторитет у моего младшего брата Эльмана, замполита полка, был очень высокий. Он обратился после сдачи Шуши к офицерам танкового полка. Помочь. Пять офицеров. Витька Бармин, Олег Ермаков, Антон Ермаков. Ночью угоняет пять танков. В Путу. Там загружает их на эти траллеры и перебрасывает плачин. Десятого числа танки пять штук. Ну без экипажа. Прибывает туда. Русские с русским. Они за рычагами были. Ну офицеры. Честь офицера не позволяет мне молчать. Я как вам сказал, что после того, когда ребята из гюздесского танкового полка в порыве молодости решили поддержать. Они, когда расформировали части, они соизвели желание остаться у нас. Потом, когда я сказал, что мы принимали подполковника Евдакимова, я просил офицеров, выдать нам офицеров за оплату, учить наш солдат. Ряд офицеров отправить в свои семьи остались у нас. И вы знаете, я что сделал? Вот мы когда говорим, что русские парни, это Миша Гридасов. Миша Гридасов. Артиллерист. Мы его тоже пришел, постучался, мы взяли, вместе воевали в Чосоларах. Он в моей бригаде занимал должность начальника артиллерии. Создал огромную плеяду артиллеристов. Из кого? Вот я вам хочу. Начальник разведки артиллерии, очень сложная должность, это которая корректирует планету. Миша Гридасов на полигоне Махмудавари в течение одного месяца натаскал их так, что они стали расчетами. Командир батареи, командир расчетов. И вы знаете, я когда, вот, артиллерские ребята молились на Мишу Гридасову, на его дивизион, который стоял в районе Горганчая. Это же были азербайджанцы. Но во главе стоял Миша. Миша Гридасов, такие ребята. Я как-то собрал их, вот, дирекционная группа у меня была. Группа У была, группа Р была, мы так-то звали их. И вдруг они соизводили, говорят, мы хотим, чтобы вы нам до конца верили. Ну, через Богу проведите или как дать. Ну, приятно. У нас в Сальянском районе, в село Сарван есть. В Сарване святое место, считай, да? Одзах. Нархамну. Пир. Пир. Весь Азербайджан знает. Нархамну. Я когда-то приехал в Чуханлы и Агят и говорю, Агят, вот у меня есть русские ребята там, они воюют. Уже погибли. Один погиб, второй погиб. И они говорят, нет, чтобы не подумали, что мы какие-то наемники за деньги. Мы ходим честным на то. Агят говорит, надо пойти к Нархамну. И вот знаете, когда погиб Антон, мы его отправили похоронить в Самаре, когда 40 дней было, я взял Муллу, взял Мизами Алиева и мы вылетели отдать почести нашему старшему. Когда хранили, у него на груди был Коран. И мать когда увидела, его старший брат майор был, отец, они увидели Коран, золотые. Помните такие Кораны были? Мать не тронула. Ребята рассказали, что Антон был на святой земле, и там на Архамну Мкала каждому там камень такой есть, да, она наклоняет, бьет его, говорит, деда углом, деда углом, боюй за нас. Они все прошли через это. И каждый потом купил себе Коран. И вот эти были преданные нашему народу. Разве можно о них забыть? А потом, когда Витька Бармин сгорел в танке, лицо его половины тела было обожжено. Но нашлась чухолая женщина, свою дочку выдала замуж за Витьку Бармина. Чтобы Витька сегодня живет в Хабаровске, воспитывает трех детей. Магомед, Эльбрус и еще какой-то. Он живет в Хабаровске. То есть, когда мы сегодня говорим, многое я не могу сказать. Защищали нашу землю. Гибли. Ранения получили. Магомед, Эльбрус и еще какой-то. Гибли. Ранения получили.